Привет, друзья, с вами Керникс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Planet Crafter. Я немножечко, естественно, доставил нам растений, чтобы они нам производили побольше кислородика и потребляли побольше энергии. Но при этом всём, сегодня у нас открылась замечательная вещь, пока я здесь бегал, это производство продуктов питания. Я надеюсь, что мы сможем на этом заработать. О, что-то ещё. Кровать на двоих. Найс. Это то, что мне и надо было. Производство продуктов питания значит, что мы станем чуточку автономнее, но не уверен насколько, поэтому надо будет проверить. И, конечно же, я нашёл, что у нас здесь на 50 тысячах TI будет шкаф для хранения. Я очень хочу верить, что в него действительно много будет влазить, но это не точно. Хорошо, что у нас сейчас? У нас сейчас поставим два крутых нагревателя. В чём же их фишка? Нагреватель обычный Т1 у нас даёт 0,3 тепла, этот товарищ даёт 4,5 тепла, что соразмерно в 15 почти раз больше. Как мне кажется, это очень хорошая вещь. Очень просто хорошая, поэтому мы в любом случае его сейчас поставим. И, наверное, даже две штуки. Надеюсь, что они не сильно большие. Не то, чтобы очень большие, но сойдёт. Давай сюда один поглубже, чтобы они не мешали нам. Так, ещё одного товарища. Можно будет вот так сделать? Трубочка к трубочке. Красота! И даже по энергии не просели, да? Это ли не успех? Ну, почти тютелька в тютельку. Два киловатта разница. Так, хорошо, TI у нас должен расти теперь вообще великолепно, да? О, да, деточка. За 6 секунд у нас где-то сотня TI получается. Получен маяк. Нахера на маяк. Помогает вам найти свой путь. Путь самурая. Надеюсь, хотя бы. Да, вот тут мы всё заставим тепловыми. А здесь мы будем ещё расширяться. О, получится на сообщение. Сообщение от Ралли. Наконец-то мне удалось найти систему, в которую они вас отправили. У меня мало времени, но я постараюсь дать вам несколько советов. Уровень успеха Planet Crafter настолько низок, потому что это почти невыполнимая задача. Вы должны найти космическую еду в своей капсуле. Возможно, в космических обломках. Вы сможете выращивать еду самостоятельно, если будете соответствовать правилам требований. Так, хорошо. Так что попробуйте найти несколько семян овощей. Исследование улучшения необходимое. Исследуйте улучшать своё снаряжение, чтобы увеличить шансы на выживание. Надеюсь, сообщение до вас дойдёт. Это сверхполезное сообщение. Просто. Такое не видано нигде. Более полезного мы ничего не встречали. Поэтому спасибо большое, Райли. Я думаю, ты молодец. Так, давайте ставить, собственно, производство продуктов питания. Вот сюда как раз. Ну так, чтобы оно мне не мешало ходить, желательно, конечно. Но оно в любом случае будет. Опа! Система легла. Понял, принял. Давайте ещё одну гигантеллу поставим. А, у меня нет ни кремния, ни магния, по-моему, да? Йеп! Добегался, дурачок. Так, два этих есть. Алюминий есть. Последний, кстати. Железо и магний-кремний. Погнали. Сейчас придётся пылесоснуть. Я уже даже задумывался над тем, чтобы всё-таки упороться. Но я думаю, что мы сегодня ещё упоримся немножко. Но надо сбегать и найти ещё суперсплавы. Потому что без суперсплава мы не можем нормально заградиться. И это меня немножечко напрягает. Так, магний имеется. Давай ещё запасной магний. Кременчик, кременчик дайте, пожалуйста. Стоять. Что это было? Неполноценное. Неполноценный сбор какой-то произошёл. Так, немножечко с запасом. А то с чем-с чем, а с кременчиком у нас прям проблемки были. Ящичек. Давай сюда. Отлично. Так, ещё всякого насобираем. Просто раз уже выходишь за ресурсами, то чём бы не собрать сразу же на все нужды, грубо говоря. Или хотя бы забить весь инвентарь. Это в любом случае приведёт исключительно к полезным последствиям. Так, титан тоже нужен, мы его потратили. Кременчик ещё нужен. Ты, дружочек, давай тоже в кармашек. Кармашек. Два места. Ну, давай железо и какой-нибудь лёд. Вот, я льда потратил кучу как раз на растения. Но у нас небо уже не такое ядовито-красное. Это, наверное, хороший сигнал. Сейчас, кстати, глянем, насколько прогрессия улучшилась в оголубевании неба. Созданием малейшего зачатка атмосферы. Так, это всё есть, конечно, хорошо. А, у нас же точно. Мы сейчас ничего не посмотрим. Пока отрублена сеть. Так, я тебя не вижу. Ага. Тыц, тыц, тыц. Давай в упорчик сюда. Найс! Как ни в чём не бывало. Так, проверяем. Ну, нормально. В целом нормально. Даже быстрее, чем 1 сотая в секунду. Это очень хороший результат. Как мне кажется. Так, давайте отсортируем всё это дело. А, я же хотел ещё маяк. На маяк алюминий уже нет, да? Всё, с маяком мы посрам. С... да? Да. Давайте тогда это всё разгрузим. Раз-два, раз-два, три. Раз-два, раз-два. Раз-два, два. Раз-два, льдышку сюда, тебя сюда, тебя сюда. Так, что по готовке? По готовке нам говорят посадить семку. Энергия потребления 15 киловатт, шанс получить семена обратно 100%. Скорость роста 0,6, стадия роста 30%. Нихера не ясно, ну давайте... Кабачок. Я думал, что это лук. Ну ладно. Давайте баклажаны. Баклажаны всё-таки как-то помясистей будут. Так, баклажан посажен. И он вот так на открытой области растёт просто. А как мы узнаем, что он вырос и как мы получим семена назад? Стадия роста сейчас уже 31%. Скорость роста херня собачья. Ну, я так понимаю, что у производства продуктов питания тоже будут разные уровни. Но то, что возвращает семена, это уже очень хорошо. Единственное, что меня смущает, это конское потребление всё-таки. И нужда в алюминии. За алюминием я потом, наверное, сбегаю. Потому что тоже неблагодарное дело. Так, давайте запас водички оформим. Так, сразу же тяпнем. Где у нас ещё жромба? Он супер медленно растёт. Ну, короче, у нас семян сколько? 3, 6, 7, 8. То есть 9 штук вместе с этим. По логике вещей нам нужны и 9 выращивателей таких. Так, а выращиватель был где? Выращиватель был здесь. Флоростен 3, нагреватель 3. Разбрасыватель травы. Выращиваю траву снаружи, генерирую бемо. Забавно. Цветочный горшок. Нагреватель Т4. Разбрасыватель семян. А у нас нет больше других производителей продуктов питания. Во всяком случае. Напрямую находящихся в списке. Это херово. Ну ладно, погнали тогда. Кислород у нас есть. 3 железа, 2 титана и 1 кремний, да? 1 кремний мы соберём сейчас по пути. Где-то вот в ту сторону. Идём сейчас туда под скалы. Если там не будет прохода, движемся просто дальше по прямой. Так, железо раз. Кремний раз. Сейчас всё соберём, чтобы там сделать ещё одну базку. Перевалочную. Что это было? Ну хоть собрал. Так, и титан. Раз, титан 2. Всё отлично. Можем двигаться. Можем теперь отстроить халобудку. Так, залазим. Там прохода я не вижу. От слова совсем. Но должны может быть какие-то пещеры ещё. Вот как там сверху у нас была пещера с ресурсом. Что это такое? А давайте-ка лучше туда сходим. А, лол, вот мы вышли к алюминию. Ха. И там вон гигантский корабль. И вот тут маленький кусочек корабля. Меня интересует песчаный водопад. Давайте на него посмотрим. Я всё ещё опасаюсь, что здесь будет что-то агрессивное, что на нас накинется. Это, видимо, уже старческое. Тут, кстати, куча ресурсов. Отпылесосить было бы неплохо. Давайте, да, наверное, ближе сюда всё-таки сделаем базу. Для того, чтобы мы... Что это такое? Это не песок. Или песок. Так, ну, в общем, без пауза я сюда... Ох ты ж, ёппер, СТ. Так, давайте здесь сформируем. Так, подыхающий. Подыхающий. Подышающий. Так, фонарик можно. Сразу же смотрим, есть ли здесь какой-то уникальный ресурс. Пока это выглядит, как минимум, прикольно. Меня что-то отдаёт мотивами из этого. Вол, что? Здесь ириди просто на земле валяется. Эй, дарён батон. Что же вы молчали? Меня что-то напомнило второй акт в Диабло. Такие песочки. Всё красиво, всё симпатично. Ты что такое? И здесь есть алюминий. Вообще хорошо. Очень хорошо, я бы даже сказал. Короче, здесь можно охаботить тонну иридия, я так понимаю. Потому что он здесь просто на стенах растёт. Как раз-таки для огромного количества тепловых этих станций. Но то, что здесь ещё и алюминий бонусом, это как минимум очень приятно. Так, нам надо не забыть железо взять, чтобы ящик сделать. Так, могу сюда залезть? Могу. Здесь почему-то... А, ну здесь дырка, поэтому подсвечена. Так, ящички есть. Это хорошо. Куча, куча здесь иридия. И алюминия в том числе. Но алюминия мы уж не так много, как хотели. Супер сплав! А это ещё что? Споры грибов. О май гад, мы ещё и грибами упороться сможем. Так, хорошо, у меня это устраивает. Давайте вот эту площадку ещё гляну. Если что, я баллон потрачу. Ничего страшного. Но мне просто дико интересно. Так, залазь-залазь-залазь-залазь-залазь. У меня уже некуда пихать. Совсем забыл. Давайте бахнем водичку. Так, здесь тоже алюминий, тоже иридий. Но в целом меня это место полностью устраивает. В плане добычи ресурсов. О, бляха, здесь ещё и проход есть куда-то. Нихера не видно, правда, куда. Тоже 100К, да? Тоже 100К. Придётся подождать, к сожалению. Ни туды, ни сюды мы не влезем. Но я, конечно, рассчитывал найти что-то более ценное. Блях, тут ещё один ящик. Понял, 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 понял. Тут схемка уран здесь есть. А вот, возможно, с помощью урана мы запустим тот движок. Но это не точно. Совершенно не точно. Так, ещё суперсплавы. Давай сюда. То есть суперсплавы нам точно хватит уже на ускоренные ноги. Хватит ли ещё на что-то, я не уверен. Так, это давай выкинем. Алюминий я потом здесь соберу. Этот я потом соберу. Получено новое сообщение. О, нет. Это из-за того, что я уран нашёл? Сейчас скажут, а-та-та плохой. Выкинь уран. Не носи его с собой. Сейчас главное выход отсюда найти. Выход где-то у нас здесь был, вроде бы. Сейчас тогда что, схема стандартная? Я, в принципе, могу даже не разгружаться особо. Я могу сразу отнести это домой. Экзоскелет Т2. Ёперный театр. Что ж вы творите со мной, демоны? Есть нам смысл разгружаться? Ящик поставить точно есть смысл. А вот разгружаться я прям не уверен. Да, и... Так, ставим ящичек. Я думаю, да, что это надо всё приволочь на базу в любом случае. В любом случае. Сейчас заодно проверим, сколько мы по факту кислорода тратим за прямую пробежку. Но плюс в чём. Алюминий у нас вот здесь справа. Алюминий у нас вот здесь слева вместе с этим. С ресурсом для тепловых. Тут ещё и кораблики. Там гигантский корабль есть ещё за поворотом. Работы куча. Работы куча. Но меня сейчас интересует за суперсплав сделать всё-таки эти... Экзоскелет для бега. Потому что мне... Мне не нравится. Казалось бы, вроде бы, расстояния не такие большие. Но на них тратится очень много времени. Но чем активнее мы сможем бегать, тем будет веселее. Надо будет ещё глянуть, до какого максимального уровня там есть эти беговые экзоскелетики. Может, там вообще страшные вещи можно будет потом вытворять. Сколько уже? 42 тысячи. У нас скоро ящик будет нормальный. Надо дождаться. Надо верить и ждать. Верить и ждать. Сейчас, может, сразу, кстати, загорейдим. Ну, сейчас глянем. Ресурсов не так много у нас сейчас, но... Было бы неплохо сразу же нафигачить ещё станции, ещё чего-нибудь полезного. Так, к чему мы вернулись? Мы вернулись к вот этому. Так, экзоскелет Т2. Это тот, который как раз влияет на... Вместимость, да? Да, вместимость оборудования. Так, ты, дружочек, требуешь ткани, сапоги первого уровня. Сейчас мы тебе всё дадим. Сейчас всё будет. Упс. Ящик забит. Упси-дупси. Так, снимай это добро. У нас сколько они дают сейчас? 15 процентов. Этот даёт уже 30. Блеск. Просто блеск. Няу. Дежавю. Отлично. Так, про чип забыл. Расшифровка. Перерабатывающая машина. А что ты и во что перерабатываешь? Позволяет разбивать объекты и извлекать его основные ингредиенты. Требуется 3 суперсплава. И идём нахер. Понял. Так, ты, кстати, как кабачок. 62% только. Точнее, баклажанчик. Это плохо. Так, хорошо. Тебя что требуется? Титан, кремний, магний, магний, алюминий. Магний, магний, кремний. Алюминий. Есть. И что ещё? И титан один. Сейчас мы улучшим наш костюмчик. Блях, только если я его сейчас сниму. Вот это меня больше всего бесит. Потому что когда мы снимаем, всё ломается к чёртям с собачьим. А нам надо избежать этих поломок. Ну, вы, короче, поняли. Раз, два, три, четыре. Это тоже сюда закинет. Это сюда. Теперь. Мы снимаем, давайте, баллон. Снимаем тебя, допустим. И снимаем тебя. Тогда мы можем снять экзоскелет. И, в принципе, не пострадать. Так, экзоскелет два. Я что, весь алюминий выложил? Сорян. Экзоскелет два готов. Напяливаем. О! Другое дело совершенно, слушайте. Теперь, если мы найдём ещё тонну суперсплава, то, в принципе, можно сделать себе буст. На этот, как он называется, господи. Забыл, как называется. Старость. Она такая беспощадная. На добычу, вот. Буст на добычу, в принципе, не помешал бы. Так, хорошо, обогревашки. Что у нас там требовали? Обогревашки как раз требовали алюминий, кремний, титан, железо. Кремний есть, титан есть. Железо вроде бы тоже должно быть. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Весь кремний потратим, но ничего страшного. Раз, два, раз, два, раз, два. И что, ещё не хватает? И три алюминия. Как раз последнее. Всё, сейчас усилим обогревашку. Хотя, у нас по скорости сильнее всего страдают добывающие, чем обогревашка. Обогревашка у нас почти опережает кислород. То есть у нас проблема сейчас с давлением основная. 27% уже, ни хера себе. Ну давайте, ладно, влупим. А сколько, 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 сколько буры? Буры чисто железо и титан стоят. Единственная их проблема только в том, что они жрут энергию, как не в себя. Ну хорошо, давайте тепловые поставим. Сейчас энергия, скорее всего, просядет к чертям собачьим. Так, а что если я вас разверну вот так? Вы меньше места будете занимать. На то не похоже. Но попытка ведь не пытка. Не, вроде бы меньше. Три штуки точно в ряд станут, в общем. Это самое важное. Правда здесь можно было бы поглубже, но ладно. Уже как есть. Все, сеть лягла. В принципе, мы это ожидали. Так, и здесь у нас магния, кремния у нас нет. А какая разница у нас? Разница в три с чем-то. Мы можем, по идее, маленькую панельку поставить, попробовать. Кобальт железо. Все равно кремний нужен. Собака! Мне нужна добыча ресурса. Так, железо есть, магний один есть. То есть нам нужен кремний и алюминия у меня нет еще, да? Ёпрестэ. Нашел, называется, два места добычи ресурса. И вышел обосрамс. Я могу, конечно, сбегать за алюминием. Я не уверен, что оно того стоит. Совершенно не уверен. Хорошо, давайте просто кремний найдем. Я поставлю маленькую панельку. А потом уже, собственно, за кадром, нафигачу. Усё по-человечески. Так, кремний один, один, пожалуйста, один. Мне много не надо. Одну кремнюшечку, бзюлечку. Это железо. И барабанная дробь есть. Но раз уж я уже вышел. Раз уж я вышел из своей берлоги. То надо выжать максимум. Тут, оказывается, еще за базой. Целая куча ресурсов, которые не собраны. Но, опять же, с ускоренным собирателем, наверное, было бы куда веселее. Но, увы. Что есть, то есть. Так, запасной кремничек. Запасной. Давай еще вот этого добра. Кстати, этого здесь не было. Еще буквально сегодня. Метеоритного дождя тоже не было. Вопрос. Откуда ресурс? Усё. Набрали и магния, и кремния. На какое-то время хватит. Что это было? Что за неполноценная добыча? Я понять не могу. Надо, кстати, может, несколько входов в базу сделать. Ну ладно, она пока не настолько большая. Я думаю, что в перспективе мы, по идее, расширим. Входики. Вместе с базой. Так, ребяточки, что там не хватало? На обычную панельку все хватает, только надо вот этих ребят взять. Понимаю. Не слишком разумное, но достаточно быстрое действие, поэтому мы его и сделаем. Все, поток TI у нас стал еще куда веселее, чем он был до этого. Ну и в придачу еще и три обогревашки. По идее у нас обогреватель должен... Где у нас тепло? Должно расти быстрее всего. Да. Так и есть. Тепло растет быстрее всего. Проблема у нас сейчас, по идее, с давлением. А это у нас буры. Буры дешевые, но буры жрут энергию. Буры жрут тонну энергии. По пять единиц за штуку. Получен новый чертеж ящик хранения. Где он? Где? Покажите. Где? Где? А, вот. Три железа. Большой контейнер для хранения. Айда, проверим. Ты какой стороной должен быть? Ага, понял. А в чем смысл? Ты же тогда хренове влазишь, нет? А, ему без разницы. Он что так, что так хреново влазит? Табляха! Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Давай мы тебя выдвинем. Но выглядит как холодильная камера. О-о-о! Три, четыре, пять, шесть, семь рядов. А в обычном ящике три ряда. Но это впечатляюще. С учетом того, что мы ящик на ящик ставить не можем. Если бы мы могли три ящика в ряд поставить, то вот эта херня не нужна была бы. В столбик точнее. Вот. А так да. Эта штука очень нужна. Эта штука очень нужна. Но я не уверен, что я смогу их здесь компактно вместить. Но на перспективку, в плане перестройки базы... А? Я тебя не хотел выбрасывать. Я случайно. На перспективку развития эта штука точно пригодится. Тут, может, не так много места. Что? Я могу залезть? Что? А, вот тут не могу, а тут могу. Понял. Короче, тут можно будет налепить кучу ящиков. По идее же, их можно ставить в ряд, насколько я понимаю. Сейчас мы проверим. Что, если я поставлю вот так? Да, 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 да. Они чуть больше места занимают, чем рядовые ящички. Но их точно так же можно ставить в ряд и, соответственно, в ус не дуть. Проблема, правда, в проходах... Не, в проходах высоты тоже хватает. Сейчас сделаю на свободный проход. Идите, твою мать. Сволочь. Один сантиметрик. Все, стоять. Даже в проходе он достаточно глубоко становится. Это хорошо. Короче, здесь надо будет точно перестраивать. Так, кто нам на бисюлькал? Сообщение Сентилькорп. Идентификация Unnamed. Владение корпорацией не занято. Уровень пригодности Zero. Сектор Изитил Прайм. История неизвестна. Планета расположена в секторе Изитил Прайм. До цивилизационном секторе, пересекаемый в основном торговыми кораблями для путешествий между большими космическими портами. Сектор, насчитывающий 842 планеты и 13 511 звезд шириной 7000 парсек. Он был однифицирован как один из возможных кандидатов на будущую колонизацию. Так, я читал у вас больше шансов на успех, если вы построите свою вазу на возвышенности. Я пока не знаю для чего. Если вам удастся нагреть планету до определенного уровня, некоторые пещеры станут доступны, когда растает лед. А, то лед. Я думал, это янтарно-подобная херня. И последнее, вы можете что-то там. Конец связи. Полезный совет. Супер полезный. Но в любом случае, они пытались нам помочь. Как бы там ни было. Но раз мы не в заселенном, нелюдном секторе, в этом есть даже свои плюсы, наверное. Так, тебя сюда. У нас еще раз, два, три. Минимум четыре тепловые мы можем поставить. Из того, что есть. Так, давайте быстренько тяпнем. Покушать тоже дайте. Сейчас пробежимся еще тогда к кораблю тому разрушенному, который справа был. Может там какой-то полезный чертежик будет. А так, тут уже куча работы нарисовывается на закадровые, собственно, действия. Надо будет энергосистему загрейдить, тыры-пыры, тудым-сюдым. Я еще и думаю, что, по всей видимости, нам придется переезжать рано или поздно. Так что булки не расслабляем. Так, вот это давайте я заранее насыграю чуть-чуть. Потому что чувствую пригодится. Было бы круто, если бы у нас появился, я не знаю, либо крафт-рецепт, либо еще что-то подобное, чтобы мы могли создавать сложные ресурсы сами. Как, например, тот же суперсплав. Это было бы очень полезно. Ну и ткань, в принципе, не помешала бы. Она тоже периодически выскакивает там, где не надо. Много вопросов, мало ответов. Так, флоростент Т3. Я даже боюсь смотреть, с чего он крафтится. Кстати, недорого. Из плохого только он алюминий требует. Из труднодоступного даже. Нет уж плохого. Так, это заберем. Это мы здесь все в ящичке оставим. Так что не переживайте. Так, раз, два, три, четыре. Это все оставляем. Подышали и сразу же к кораблю. И я надеюсь, что нам хватит дыхалки. Да, у меня два запаса. Нормально. Жить будем. Скорее всего. Нам еще и похавать предложили. Почему нет, собственно. Вот там какой-то гигантский корабль в тумане спрятан. Но к нему пока рановато. Да, с 30% скоростью повеселее будет, конечно. Это факт. Так, не поняв. Ребяточки, вы что-то мне не договариваете. Где вход? Тут все просто разломано. А, вот он вход. Получен чертеж бурта 3. Звучит хорошо. Так, где у нас разборка? Тут и ничего разобрать не могу. Кресло не могу. Темно, как в сраке опять. Знакомое ощущение. В смысле. Алло. Оно мне просто мешает пройти. Так, добрый вечер. Разобрать обломок. Отлично. Дай пройти. Так, переключаем. Что у нас здесь? Мега растение. Иридий алюминий. Супер. Давайте пожромбаем. Вот здесь у нас ткань. Алюминий иридий. Давай. Жромбу тоже давай. Потом зачистим максимум. А я смогу пройти вообще? С помощью прыжка. В идее, да. Так, здесь еще один обогреваж. Который нам может дать иридий. Но пока не торопимся. Алюминий иридий. Семки, семки. Алюминий пока достаточно. И один рецептик. Но лучше, чем ничего. Что я могу сказать? Так, тебя давай выброшу. Разобрать нагреваж. Оу. Там что-то побольше ресурса, да? Ну окей. Куча иридия, да куча иридия. Так, и другого перехода здесь нет. Я правильно понимаю? По всей видимости, да. То есть кораблик не то чтобы большой. Но достаточно полезный. Спасибо большое. Так, а здесь ничего не было? Здесь просто вот этот пульт управления основной. Так, давайте сжахнем кислороды сразу домой. Рецептик это очень хорошо. Надеюсь, что он какой-нибудь полезный. Сейчас мы его протестим. Ну и поэтому. По работе нужно кучу всего сделать. Нужно заменить все ящики на шкафы. Это раз. Два. Нужно улучшить энергосеть. А желательно ее приумножить с запасом. Чтобы у нас не было вот этой херни. Как только что-то поставили, сразу надо ставить новые энергогенераторы. Ну и думаю, тогда заживем. А для этого нужно алюминия наколупать. И всего на свете. Ну короче, фарм-перефарм. Я так понимаю. Да и вообще по-хорошему бы. Нам бы базу сюда куда-то переместить. Потому что вот эта область нам уже не нужна. Туда мы, если что и вернемся, то совсем на чуточку. Все, что у нас там находится, мы можем с той стороны обойти. Что-то мне подскажет, что нам придется по чуть-чуть смещаться, знаете? По чуть-чуть, по чуть-чуть переползать. При том, что эту базу мы можем оставить автономный рабочий. На это, то улучшение атмосферы. Но самое важное отсюда упереть. Так, хорошо. Еще куча семян. Давайте сразу глянем, что за рецепт. Фонарь Т2. Супер. Просто класс. И он требует еще серу, которой у нас нет. Ой, иди в жопу. Потом с тобой разберемся. Так, иди весь сюда, пожалуйста. Алюмишку набрали немножко. Это тоже замечательно. Короче, работа непочатая игра, ребятки. Пока что мы сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать видео. И конечно же нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока.